за несколько секунд выровнять скинтон, если у вас не получается настроить баланс белого и довести вашу кожу до более-менее естественного состояния. Я на примере этого кадра просто уничтожаю его, корректируя баланс белого в непонятные дали и просто увеличиваю кадр, беру пипетку в разделе Basic и тыкаю на белки глаз. Что нужно знать для этого лайфхака? Ну, во-первых, нужно тыкать желательно на более светлую область, где белок более равномерный и более светлый, исключая попадание на линзы и кровеносные сосуды. Конечно, это будет работать, если человек достаточно здорового вида, у него нормальные естественные здоровые глаза и он не наркоман. То есть, в большинстве случаев это будет работать. Но важно понимать, что это только лишь первый уровень. Этот лайфхак будет работать как простой быстрый способ. Дальше он может сработать не всегда идеально точно. И тут нужно перейти ко второму этапу. Здесь я открою Photoshop. И сейчас мы создадим референсный оттенок скинтона, о котором я говорил в прошлых видео. Для того, чтобы его создать, вам просто нужно вот здесь вот примерно выбрать оранжевый скинтон. Возможно, чуть-чуть более в красном диапазоне. Если у вас не получается выбрать такой цвет на глаз, просто скопируйте эти циферки. И потом мы убираем насыщенность, сдвигая точку влево. Окей. И потом выбираем инструмент заливки цвета и заливаем наше изображение. Следующим этапом можно дополнительно добавить градиент для того, чтобы создать здесь светлые и темные участки. Я нажимаю на тип градиента, выбираю самый первый уровень. В принципе, долго не думаю. И настраиваю вот примерно так, с вылетом за пределы. Перевожу в режим яркость, либо luminosity. И вот у нас примерно создается градиент, в котором собран референсный оттенок скинтона с поправкой на яркость. То есть сверху у нас светлые участки кожи, снизу у нас темные участки кожи. И в этом плане просто мы сохраняем это изображение. Переходим в Lightroom. Включаем режим сравнения изображения. Shift-R. Мы нажимаем Shift-R. Либо вот здесь снизу кнопочка RA. Вот эта нижняя панель появляется по нажатию клавиши T английской. И берем наше уже загруженное изображение с референсным оттенком кожи. И в таком плане просто проще всего на глаз сравнивать оттенок. В этом плане намного легче подобрать оттенок, просто используя баланс белого. И для того, чтобы примерно подогнать под наши референсные оттенки. И на самом деле на глаз намного проще это сравнивать даже чем по цифрам. А если вы хотите в Lightroom немножечко заколебаться по цифрам, то находим в Lightroom гистограмму. Она обычно справа сверху. Кликаем по ней правой клавишей мыши и нажимаем показать цветовое пространство Lab. Это будет самый нижний пункт. И тогда берем пипеточку, наводим на средние тона скинтона нашего портрета. И смотрим на цифры, которые отображаются внизу нашей гистограммы. То есть справа сверху в Lightroom. И там мы видим три циферки. LA и BL это яркость. A и B это по сути то же самое, что и баланс белого. A это оттенок от зеленого к пурпурному. А B это теплее, холоднее температура. И чтобы понимать какой у нас более-менее нормальный скинтон. Некоторые люди уже определили по цифрам примерно какие референсные значения должны быть. И я их даже немножечко нагуглил. Вот эта табличка. В принципе ее запоминать не нужно. Я сейчас кратко вам ее расскажу. Значения A и B должны быть примерно от 10 до 30. Причем значение B должно быть больше чем значение A на величину от 30 до 50% примерно. Вот допустим сейчас у нас баланс белого нормальный. И примерно такие данные у нас сохраняются. На 30-50% значение B больше чем A. И значение у нас находится в рамках от 10 до 30. На первую циферку L в принципе можно сильно не обращать внимания. Это просто яркость. Давайте я нарочито уведу допустим в зеленый оттеночек нашу фотографию. И наведу пипетку. И вот мы видим значение B уже в несколько раз больше чем A. Это нам подсказывает о том, что A нужно немножко подтянуть вверх. К тому же значение A у нас меньше 10. Поэтому как раз A у нас соответствует бегунку тинт от зеленого до пурпурного. Соответственно мы его немножечко в плюс должны увести, чтобы сбалансировать наш скинтон. То же самое я увожу в холодный. Смотрим по циферкам. Значение B стало отрицательным. То есть у нас откровенно синяя картинка. То есть значение B мы должны увеличить в плюс существенно, чтобы найти нормальный оттенок кожи. Ну и наоборот в принципе. Если я его ввожу в пурпурный, то у нас получается значение B меньше чем A. И это неправильно. Потому что B должно быть больше чем A. На величину от 30 до 50%. И вот так по циферкам вы примерно подгоняете баланс белого. Ориентируясь на буковки A и B. На L в принципе сильно не обращаю внимания. То есть если светлая кожа это большое будет значение. Допустим светая. Навожу. И там у нас в светах практически цвета нет. Зато более высокая яркость. И по значениям у нас получается, что L высокая. А A и B у нас существенно уменьшаются. Потому что в светах цвета у нас бывает существенно меньше. Чем в средних тонах. Именно поэтому продуктивнее все-таки смотреть на средние тона. Либо на тени отдельно, чтобы следить за тем, чтобы они не были перенасыщены. А они перенасыщены будут, если значения уже будут выходить за рамки значения 30. В B либо в A. Вот в принципе и все. На самом деле самый простой вариант это именно на глаз сравнивать оттенки. Это намного проще даже чем смотреть по цифрам. Но если что, вы можете обратиться и к цифрам. Здесь я также для прикола взял кадр за авторством Александра Виноградова. Вот этот кадр. Случайно мне попался. Я ради интереса его здесь взял. Засунул в Lightroom. И давайте тыкнем на глазные яблоки. Пам. И вот у нас получается вот такой вот скинтон, который стал немножечко теплее. И на самом деле стал ближе к нейтральному. Потому что в оригинале у нас был кадр чуть более холодным. Если у вас не получается с первого раза что-то адекватное, когда вы тыкаете по глазным яблокам, просто попытайтесь выбрать другой участок, другой глаз. Потому что не всегда с первого раза это может получиться. Все зависит от условий съемки и наличия чистого грязного света в кадре, наличия каких-то рефлексов и тому подобное. Но в большинстве случаев, в более-менее адекватном свете, этот лайфхак с глазом и с пипеткой обычно работает. Но на этом все. Не забудьте посмотреть ссылочки в описании. Там есть курс по цвету от меня, более чем адекватный. И ссылочки на ВКонтакте и Инстаграм. Подписывайтесь. Удачи! Продолжение следует...